Смотрите сегодня в программе! Rock Trooper — это быстрый, захватывающий и вполне стандартный экшен. Но двух вещей у игры не отнимешь. В неё хочется играть до самого конца. Emergency 4. Global Fighters for Life. География стихийных бедствий и происшествий весьма разнообразна. Вы побываете в Европе, Америке, на Ближнем Востоке и даже в Антарктиде. Alliance Future Combat. Вам не придётся строить и добывать ресурсы. Задача простая — уничтожить всех врагов на конкретной локации. Neuro. Игра создаётся прежде всего в расчёте на тех, кто добросовестно одолел Home Planet. В них сюжет скурпулёзно изучил вселенную и старательно записал в блокнотик названия планет, на которых побывал. Привет фанатам игр и всем, кто просто любит играть. Каждый раз, когда вы не можете пройти игру, спросите меня, что нужно делать. Я всегда готов помочь. Это программа «Факт» и я, Борик Ротор. Начну я с игры, сделанной по комиксам, которые появились в далёком 1981 году. Историю универсального солдата и его друзей-фронтовиков перенесли в интерактивный вариант — игра «Родштруппер». Внимание! Внимание! Это не учебная тревога! Повторяю, это не учебная тревога! Солдаты, всем приготовиться к боевому заданию! Займите свои места в спускаемых аппаратах! Наконец-то! Случилось то, ради чего мы созданы! Парни, повторяю, это не тренировочное задание! Следите друг за другом! Что скажешь, Род? Будьте внимательны! Мы летим туда, и наша задача — выжить! Удачи! Встретимся на поле боя! Ещё не долетев до поверхности планеты, всем стало ясно — это ловушка! Противник заранее был предупреждён об атаке и провёл мощный контрудар. Но кому понадобилось подставлять своих? На протяжении всей игры вам предстоит выяснить, ради чего пошли на такие жертвы и уничтожить злодея. Чтобы процесс игры доставил вам удовольствие, рекомендуем следующую конфигурацию. Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 3,5 ГБ на жёстком диске, видеоадаптер с 3D-ускорителем с памятью 128 МБ, поддерживающий пиксель и вертекс шейдеры 2.0. Первое впечатление от игры не очень приятное. Управлять приходится каким-то синяком и в такой же синюшной обстановке. Внешность главного героя невнятная, незнакомая. Вокруг всё выглядит так же абстрактно. Серая поверхность планеты, синие горы, жёлтые враги и чёрный космос. Может, стоило почитать комикс перед игрой? Всё это непонимание проходит по окончании уже первого уровня. Игра потихоньку начинает цеплять. В каждой следующей локации вы будете сталкиваться с новыми видами оружия и противниками. Вы будете с нескрываемым интересом пробовать новые способы уничтожения врагов. Постоянно будете попадать в неожиданные, впечатляющие ситуации. Эта игра — настоящий экшен с интересным сюжетом. И геймплей здесь на высоком уровне. 5 баллов. А вот графика такого впечатления не производит. Да, всё чётко прорисовано, да, всё красиво движется, летает, стреляет, горит и взрывается. Но всё какое-то пресное. Графика здесь — это хорошее оформление сюжета и самого процесса игры, экшена. Не более того, 4 балла. При этом на звуковое оформление в игре претензий нет. Всё происходящее очень хорошо озвучено. Оружие стреляет, гранаты взрываются, двигатели самолётов шумят так, как положено. А самый забавный звук издают вражины, когда со свистом улетает небо с прострелянными баллонами для дыхания. Звук подчёркивает жанр этой игры, окунает во всё происходящее на экране и не даст вам забыть, что это стопроцентный экшен. 5 баллов. В Rock Trooper эти три составляющие, геймплей, графика и звук полностью дополняют друг друга. Вы хотите экшен? Пожалуйста, на все 100%. Главное в этой игре — постоянно быть в движении. А смотреть по сторонам некогда. Это не прогулка. Хотя вы найдёте много всего красивого и впечатляющего. Общая оценка этой игры — 5 баллов. Rock Trooper — это быстрый и захватывающий экшен с неплохими скриптовыми роликами. Игра очень затягивает и хочется играть до самого конца. А после прохождения появляется непреодолимое желание ознакомиться с комиксом-первоисточником. Чтобы вы смогли почувствовать то же самое, я помогу вам с прохождением. В самом начале игры всё будет достаточно просто. Но не забывайте пользоваться укрытиями, нажимая клавишу Shift. При стрельбе с прицелом используйте колёсико мышки, чтобы приблизить цель. А также не забывайте нажимать клавишу с английской буквы «И», чтобы уменьшить тряску оружия. И если вам нужно противостоять большому количеству врагов и вас постоянно убивают, попробуйте сделать из своей винтовки что-то вроде автономного пулемёта. Под прикрытием такой установки вы сможете спокойно подумать и принять решение. Чтобы нейтрализовать роботов в тяжёлой броне, придётся использовать либо гранаты, либо крупнокалиберные пулемёты. Иначе ничего не выйдет. Пока одни лёгким движением руки отправляют на бойню полчища орков или пропускают через стальную мясорубку стройные колонны танков, другие посвящают себя общественно полезной работе в оригинальной стратегии с элементами менеджера и симулятора под названием «Эмердженси». Кому-то это покажется странным, но игра очень популярна в определённых кругах. Поэтому плодовитые немцы закончили работу уже над четвёртой частью сериала «Эмердженси 4» – Global Fighters for Life. Локализованная версия игры вышла 25 августа и получила название «Служба спасения 911». Издателем в России стала компания «Русабик М». В четвёртой части «Эмердженси» нам предстоит пройти кампанию из 20 миссий по устранению последствий чрезвычайных происшествий – автокатастроф, пожаров, наводнений и даже терактов. При этом в большинстве заданий имеются жёсткие ограничения по времени и финансовым средствам, выделенным на ликвидацию ЧП. География стихийных бедствий и происшествий весьма разнообразна. Вы побываете в Европе, Америке, на Ближнем Востоке и даже в Антарктиде. Чёткое планирование своих действий, правильное распределение людей и техники, контроль над бюджетом операции – всё это важные составные части новой «Эмердженси». Однако ключевым всегда было и будет спасение людей. Это именно то, что выводит игру за границу привычных РТС. То, что позволит вам вместо банального «О да, я всех сделал» с гордостью произнести. Да, «Я всех спас». Рекомендованные системные требования. Процессор с частотой 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видеопамяти и 2 ГБ свободного места на жёстком диске. Итак, в нашем распоряжении 4 рода спасательных служб. Прежде всего, скорая медицинская помощь. Эти ребята окажут помощь пострадавшим прямо на месте, а если надо – отвезут в больницу. В большой машине скорой помощи помещаются 2 санитара и 1 врач. Есть облегчённый вариант – безнасилок для лечения пострадавших на месте аварии. Далее – пожарные. Они могут почти всё – потушить огонь, войти в задымлённое помещение и сломать дверь, и вытащить пострадавшего из огня. Пожарные машины могут быть водовозами и обычными. Во втором случае придётся искать источник воды, чтобы потушить огонь. Чаще всего это гидрант, расположенный на улице. В пожарную машину может поместиться до 6 человек. Ещё есть в игре и полицейские. Их следует применять в том случае, если чрезвычайное происшествие связано с захватом заложников. Среди блюстителей правопорядка есть снайперы, которые без труда укокошат террористов и освободят мирных граждан. И, наконец, последняя служба, с которой вам придётся общаться – это инженеры. Они способны взломать любую дверь. Для них не существует сигнализации, сейфов и кодовых замков. Также они вам понадобятся для возведения временных опор и прочих технических работ. С одной стороны, всё это интригует и на какое-то время даже по-настоящему захватывает. Но длится эйфория недолго. Первым делом начинает расторожать камера с очень маленькой амплитудой движения по высоте. Сюжет игры линейен до безобразия. Всего имеется 20 миссий, каждая следующая, как и положено, сложнее предыдущей. Одним словом, за геймплей больше тройки поставить никак нельзя. Графика ничем особым не отличилась, хотя явных недочётов также обнаружено не было. Единственное, чего не хватает игре, так это стилизации. Изюминки, чтобы по одному скриншоту сразу можно было сказать – да, это Emergency 4. Четвёрка за внешние данные. Озвучена локализованная версия – действительно хорошо. Единственный недочёт – невнятная музыка во время выполнения самих спасательных операций. Четыре звезды за звук. В общем и целом, отличная игра, а главное – поучительная. Где вы последний раз видели столько крови, трупов, огней и разрушений без единого выстрела. То-то же. Природная стихия куда страшнее всяких там бластеров, гранатомётов и зенитно-ракетных комплексов. Так что бежим записываться добровольцами в МЧС. Вот только сначала отвечу на некоторые ваши вопросы по Emergency, а потом сразу в добровольцы. Вопрос. Помогите потушить склад с покрышками. Как вытащить людей из здания? Ответ. Прежде всего вызывайте два пожарных водовоза, поскольку все уличные гидранты расположены далеко. Начинайте тушить покрышки и смотрите по сторонам. Огонь может перекинуться непосредственно на склад. Всех пожарных обязательно экипируйте противогазами, иначе вам не вытащат людей из задымлённого здания. Возьмите одного спасателя и прикажите ему вооружиться топором. Заходите на склад и ломайте дверь, ведущую в подсобные помещения. Там вы и обнаружите ещё двух пострадавших. Также советую сразу начать тушить покрышки, расположенные под крышей на стеллажах, поскольку рядом стоят газовые баллоны, которые могут взорваться. Смотрите во второй части программы. Neuro. Игра создаётся прежде всего в расчёте на тех, кто добросовестно одолел Home Planet. В них сюжет скурпулёзно изучил вселенную и старательно записал в блокнотик названия планет, на которых побывал. Альянс Фьючер Комбат. Вам не придётся строить и добывать ресурсы. Задача простая — уничтожить всех врагов на конкретной локации. Смотрите во второй части программы. Альянс Фьючер Комбат. Вам не придётся строить и добывать ресурсы. Задача простая — уничтожить всех врагов на конкретной локации. Neuro. Игра создаётся прежде всего в расчёте на тех, кто добросовестно одолел Home Planet. В них сюжет скурпулёзно изучил вселенную и старательно записал в блокнотик названия планет, на которых побывал. Сейчас в мире происходит очень много военных конфликтов. Иногда появляются новые государства. Некоторые распадаются. И всё это часто берут за основу сюжета для игр. Действие происходит в недалёком будущем, в государстве Северный Джамбустан. Где-то на Ближнем Востоке. Главные герои — США, правительство независимого государства, повстанцы и простые американские военнослужащие. Речь идёт об игре Альянс Фьючер Комбат. В 2008 году обширная территория между Ираном, Афганистаном, Индией и Китаем провозгласила себя независимым государством — Демократической Республикой Северный Джамбустан. Новая страна, испытывая нужду в финансовых средствах, обратилась за помощью к Соединённым Штатам. Последние предоставили всю необходимую помощь в обмен на право постройки секретной военной базы, глубоко под землёй. Через некоторое время радикальные круги в правительстве молодого государства узнали всю правду о происходящем на территории военной базы и приняли решение избавиться от захватчиков раций навсегда. Правительство США и военное командование, не имея возможности отправить на помощь осаждённым регулярные войска, принимают трудное, но единственно возможное решение — использовать специальные подразделения быстрого реагирования. Они составлены из генетически модифицированных бойцов и оснащены оружием будущего. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 1,5 ГБ на жёстком диске и видеоадаптер с 3D-ускорителем с памятью 256 МБ, поддерживающий пиксель и вертекс шейдер 3.0. В Альянс Фьючер Комбат вам не придётся строить и добывать ресурсы. В начале каждой миссии есть некоторое количество войск, которыми вам предстоит управлять. Задача простая — уничтожить всех врагов на конкретной локации. Вот и всё. Справились? Тогда переходите к следующей миссии. Все задания одинаковые. Сопровождение конвоя и атака укреплённых баз. Особого удовольствия это не доставляет. При этом ваши подчинённые не всегда будут выполнять приказы или начнут самостоятельно оставлять свои позиции. После чего могут благополучно застрять в местном рельефе. А в миссиях, где количество солдат возрастает, вы вообще не сможете чётко координировать действия подчинённых. В итоге за геймплей ставим 3 балла. В графическом плане тоже не всё хорошо. Вроде бы всё трёхмерное. Модели боевой техники и ландшафт прорисованы хорошо. По прошествии времени день сменяет ночь. Но спецэффекты впечатления не производят. Взрывы выглядят скучно, гусеницы и колёса у техники не крутятся. А солдаты настолько мелкие, что выделить их в первый раз не всегда получается. А ещё очень сильно мешает неотключаемый туман, когда пытаешься оценить общую обстановку. За графику также ставим 3 балла. При всех этих недостатках звук ругать не за что. Шумы взрывов, выстрелов и техники не вызывают неприятных ощущений. Музыка бодрая и соответствует происходящему на экране. Озвучку оцениваем на 4 балла. В итоге игра со всеми её недостатками оставляет впечатление слабой стратегии. И больше 3 баллов не заслуживает. Впечатление от игры складывается неоднозначное. С одной стороны графика и искусственный интеллект немного недоработаны. С другой стороны разнообразные пейзажи, красивые эффекты и реалистичные модели боевых юнитов выглядят приятно. Поэтому всем, кому понравилась эта игра, я сейчас помогу со сложными моментами. Этих трудностей у вас будет достаточно. Не поможет даже разделение войск на специализированные отряды по типам войск. Всё равно не все приказы выполняются чётко. Чтобы выполнить задание, обязательно лечите свои войска. И ни в коем случае не кидайте их в миссио. Обязательно разведайте обстановку либо быстрыми джипами, либо войсками, которые видят на большом расстоянии. И только после этого используйте необходимые виды техники или солдат. Если вы столкнулись с проблемой, когда захваченный джип не стреляет, посадите туда ещё одного человека. В машине должен быть водитель и стрелок. Кстати, вы сможете уничтожить практически любую технику обычным автоматчиком. А пехоту лучше всего отстреливать снайперами. Вы также можете использовать гарнитуру для управления войсками. Но это на ваше усмотрение. Так как всё удобство от её использования перечёркивается необходимостью подтверждать команды нажатием пробела. И не все команды работают чётко. Путь к релизу Neuro был долг и мучителен. Проект переделывался несколько раз. А два раза разработку вообще приостанавливали. Однако чудо всё-таки свершилось. И Neuro добрался до покупателей. Сама по себе история, между прочим, очень даже интересная. Но вот её подача не выдерживает никакой критики. На протяжении всей игры вы будете либо смотреть короткие скриптовые ролики на движке, либо наблюдать за говорящими головами. Не все знают, что вместо очень симпатичного космосима под названием Home Planet, который вышел в 2003 году, должна была появиться совсем другая игра. Трёхмерный экшен Neuro, над которым граждане из Realt Games трудились к тому времени уже полтора года. Однако по многим причинам проект был заморожен до лучших времён. А мир в итоге получил добротный космический симулятор. Аплодисменты и занавес как бы не так, друзья. Никто и не думал ставить на Neuro крест. После Home Planet разработчики с новыми силами принялись выпиливать свой многострадальный экшен. Сразу оговоримся, что Neuro создаётся прежде всего в расчёте на тех, кто добросовестно одолел Home Planet и вник в сюжет, скрупулёзно изучил вселенную и старательно записал в блокнотик название планет, на которых побывал. Видите ли, вся штука в том, что история Neuro это своего рода приквел к знаменитому космосиму. Например, финальный уровень игры это уже как бы начало Home Planet. Вот такие прочные связи у этих двух проектов. Что же касается Neuro, то вышла игра 10 марта 2006 года. Локализацией занялась компания Rusabit M. Мультиплеера в игре нет, а рекомендованные системные требования — процессор с частотой 3 ГГц, 1 ГБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жёстком диске игра занимает 2,2 ГБ. Сюжет Neuro несётся подобно горячему арабскому скукуну. Вот главный герой Джеймс Грависсон прилетает на некую базу. Вот он вместе со своим напарником незаконно вламывается в офис одной из злых корпораций. Вот, наконец, за главгероем начинает охотиться полиция. Бывший, кстати, коллеги. Которая прямо-таки горит с желанием засадить Джеймса в тюрьму. Играть скучно. Всю игру мы бегаем по уровням и в промышленных количествах окучиваем врагов. Здешние злодеи отнюдь не тупы. Они прячутся за укрытиями, любят заходить с тыла и до безумия метко стреляют. Если вы вдруг рискнёте принять бой с тройкой вражен одновременно, ничего хорошего из этого не выйдет. Затопчут. Местное оружие выглядит так, как будто его вырезали из дерева. И отличается весьма странным поведением. Нормально попасть в тушку противника получается только из штурмовой винтовки и пистолета-пулемёта. Остальные стволы лучше вообще без надобности не трогать. Снайперская винтовка, например, не только обладает маленьким магазином, но ещё и врагов убивает аж с трёх попаданий. Кроме оружия, главный герой вовсю использует модные нынче пси-способности. Благодаря им можно смотреть сквозь стены, поджаривать врагов на расстоянии и так далее. Увы, но большинство умений даром не нужно. Используем мы лишь лечение и пирокинез. Всё остальное, как телеги «Пятое колесо». Одним словом, три балла за геймплей. Графика «Неуро» устарела ещё года три назад. Готовьтесь к угловатым моделям персонажей, плачевной анимации и уровням, сделанным по технологии «Копи-пейст». Бесконечные пусы коридора кого угодно ввергнут в тоску. Твёрдые три звезды за внешние данные. Озвучка таких тяжких проступков, как графика и геймплей, не совершала. И за это получает законные четыре звезды. Как не грустно, но «Неуро» — это ещё один чисто российский экшен. Устаревшая по всем параметрам графика. Вялый геймплей. И не самая лучшая озвучка. Единственное, ради чего стоит сыграть в «Неуро», — это занятный сюжет. А также интересные и качественные диалоги. В общем, игра отлично поможет вам скоротать пару вечеров, не вызвав при этом никаких особых эмоций. А чтобы вашему продвижению не помешала очередная хитрость разработчиков, я подготовил несколько ответов на самые часто задаваемые вопросы по игре. Вопрос — как лучше использовать пси-способности главного героя? Ответ — пси-способности разработчики заготовили целых пять штук. Ментальный удар. Если нужно тихо и эффективно избавиться от противника, то ментальный удар — лучший выбор. Мощный поток энергии гарантированно уберёт самого крепкого злодея. Экстрасенсорное восприятие. Назовите хотя бы одну игру про психов, в которой нет возможности смотреть сквозь стены. Неура не стала исключением. С помощью этой способности вы можете заглянуть за линию горизонта и засечь затаившихся врагов. Лечение. Что логично, лечит глав героя. Чрезвычайно удобный способ быстро восстановить пошатнувшиеся сражения к здоровью. Персик. Нашлите это заклятие на врага, и он обезумев в ту же секунду начнёт палить по своим товарищам. Отличный способ разобраться с группой противников. Пирокинез. После лечения, пожалуй, самое востребованное умение. Лёгкий щелчок клавиши и противник мгновенно превращается в натуральный факел. Незаменимое умение в бою. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлёкся этой игрой. Конечно, Остап Бендер не вёл программу про компьютерные игры и не отвечал на ваши вопросы. Но он не я, а я не он. Поэтому присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobakamuzdefistv.ru С удовольствием вам буду отвечать. Это был Фак, и я Борик Роттер. Да, заходите на форум Муз ТВ, раздел Фак. Жду вас через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok